Добрый вечер, в эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Выражаясь языком героя фильма «Кавказская пленница», я хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя. Комсомолка, спортсменка и просто красавица Юлия Альбах. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Юленька, спасибо, что согласилась прийти на мою программу. Ты не одна пришла, ты пришла со своими музыкантами, со своими коллегами. Представь нас. Да, всем добрый вечер. Я бы хотела представить вам сегодня музыкантов. На акустической гитаре сегодня будет играть у нас Борис Каратаев, так сказать. На клавишах великолепный совершенно пианист, это Роман Троценко. Ну и, конечно же, у нас на саксофоне сегодня Рашид Рахимов. Спасибо большое. Я хочу обратиться к нашим телезрителям. У нас прямой эфир. Телефон вы видите на своих экранах, чтобы вы сразу поняли, какая будет звучать сегодня у нас музыка. Я предлагаю Юле уже подготовиться к первой песне. Ну а вы послушайте и обязательно позвоните. Давайте пообщаемся и расспросим Юлю, насколько она уже готова стать, ну, если хотите, заменой самой Алле Борисовне. Ну что ж, а начнем мы с песни «Моя весна». Мир больших историй, шаг у личности, приют. Так хочу я в детство, где тепло, любимый круг. Темы старых писем, темы крепости времен. Там любовь моя, времени река, где живет мечта моя. Я знаю, что придет, я верю, что придет, моя весна. Играя облако, коснется и взлетит моя душа. Распахните окна, и на крыльях высадки. Мы большие птицы, птицы неба и весны. И в боях без правил, с ней бесчисленный обед. Горе лишь вода, праздник не беда, где дороги прошлых лет. Я знаю, что придет, я верю, что придет, моя весна. Играя облако, коснется и взлетит моя душа. Играя облако, коснется и взлетит моя душа. Играя облако, коснется и взлетит моя душа. Я знаю, что придет, я верю, что придет. Играя облако, коснется и взлетит моя душа. Играя облако, коснется и взлетит моя душа. Спасибо большое. Я уже слышу аплодисменты наших телезрителей. Еще раз напоминаю, у нас прямой эфир. Звоните, телефон вы увидите на своих экранах. Юля, скажи, пожалуйста, чья это песня, кто ее исполнял до тебя? Да никто ее не исполнял до меня. Это моя песня, это я ее сочинила. Ну вот, как, собственно, все песни, которые вы сегодня услышите, это мой авторский репертуар. Я, собственно говоря, автор и исполнитель своих собственных песен. Ну, это очень приятно слышать. Скажи, пожалуйста, ты уже задумывалась над тем, что каждая твоя песня должна стать хитом, шлягером. И если да, то какие для этого ты ищешь возможности? Возможности. Ну, естественно, задумывалась. Помимо творческих? Да. Или в том числе творческих? Ну, это дело непростое. Если хочешь сделать песню хитом, здесь очень многое, что зависит. Во-первых, ну, нужна очень хорошая аранжировка, очень хорошее сведение. А дальше очень хороший он промоушен, который стоит весьма достаточно много средств. На нашем телеканале мы это делаем абсолютно бесплатно. Ну, хотя здесь это спорный вопрос. В принципе, если песню... Сейчас просто стало очень модно двигать песни через интернет. И, собственно говоря, у меня половину песен, люди узнали обо мне в большей степени именно из интернета. И в огромном количестве песни просто расходятся по слушателям. Мне очень много пишут и очень много спрашивают, а когда будут новые песни, когда будут выходить синглы, а где вы выступаете. То есть, вот, можно даже сказать, что медиакультура, она вся фактически перебралась в интернет. И все через это стало доступно. Авторские права. Тут тоже с интернетом не все. Ладно, очень многие наши исполнители, начиная вот сказанной выше Аллы Борисовны, и все, кто следует за ней, как говорится, очень переживают, что вот, все в интернете, мы за это авторские не получаем, мы за это гонорары не получаем, концерты не собираем, залы тоже и так далее. Ну, я не думаю, что они-то не собирают. Вы же перечислены артисты концерты. Они-то концерты как раз именно собирают. Но все, что касается авторских прав, на самом деле, когда ты раскручиваешь, здесь уже больше играет роль на аудиторию. А уже потом, когда человек уже достигает определенного уровня, естественно, хочется за это получать, да? Ну, конечно, вполне нормально. Но, скажем так, в большей степени тут иногда получается, что люди платят, иногда не получается. То есть очень хорошо идет, скажем так, что цифровой контент. Это Google, это Яндекс, это iTunes. Вот с этого еще более лимежные, еще что-то еще можно заработать. В программе «Квартирник» уже, наверное, более пяти лет. Я первый раз на этой программе обсуждаю iTunes, Google и так далее. Обычно, как правило, мы говорим о бемолях, диезах. А чего не говорить? Нет, нет. Здесь более уже насущенный вопрос. Просто уже как задал, так уже ответили, что да, это действительно так. Но, кстати, еще заработать можно еще и с YouTube. Ну что ж, наверное, можно заработать, в отличие от телеканала «Видная ТВ», который делает абсолютно все бесплатно. Юлечка, я уверен, что и наши телезрители, и сам лично я, да и ты, как исполнительница, уже хотели бы услышать очередную композицию в нашем эфире. Да, я бы хотела представить следующую песню. Это песня «Красавчик». Кстати, у нее есть одна маленькая история. Песня называется «Красавчик». Да, да. Дело в том, что эта песня, она завоевала у меня статуэтку. Она получила ее от радио «Питер-ФМ». И я выступала в галоконцерте. Так что эта песня, она имеет длинную историю и достаточно победную. Мне будет очень ее приятно вам, конечно же, представить. Ну, а после исполнения я немножко спрошу еще и о природе создания этой песни, и как она родилась. Договорились. Песня про тебя Все решила я Просто я ушла Да, да, я ушла Но и фэмвал Пускает вы свои салюты Поют мне песни город мой Майбай, прощай, ни слов не нужно Майбай, красавчик, милый мой Саксофон Да, а может нет Нет, меня здесь нет Я теперь сама Я фэмвал Пускаю вы свои салюты Поют мне песни город мой Майбай, прощай, ни слов не нужно Майбай, красавчик, милый мой Майбай, прощай, ни слов не нужно Майбай, прощай, ни слов не нужно Майбай, красавчик, милый мой Майбай, красавчик, милый мой » Ну вот, что-то ты замолчал. Да, песня закончилась, а я все ждал продолжения. Юль, скажи, пожалуйста, кто для тебя самый авторитетный музыкальный критик? Я. Сама. Ну, скажем так, у меня есть, конечно же, люди, которые я очень сильно прислушиваюсь, но в большей степени, конечно же, это я. Я всегда чем-то недовольна, то есть это постоянно. Вообще я по натуре очень сильный идеалист, и мне всегда нужно вылезать, то есть это все перечисать, чтобы было идеально. К сожалению, идеального ничего не бывает. И здесь уже ты сколько можешь сочинять песню, либо делать какую-то аранжировку, всегда со временем что-то мне не нравится. Но хотя спустя какое-то время уже проходит, и ты думаешь, о, а гениально, блин. А ведь получилось. А ведь получилось. А вот уже как это звонится. Так же как это звонится к нам в прямой эфир. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Хотел бы поинтересоваться у вас, а вот гитарист, вот смотрю, вот очень хорошо он играет. Где вы взяли этого гитариста? Меня зовут Даниил Анфалов. А, да, спасибо вам большое за вопрос. Где вы взяли эту гитаристу? Да, еще раз я хочу представить, это Борис Каратаев. С Борем мы знакомы с 2009 года уже очень давно. Практически со школьной скамьи, получается? Нет, не со школьной скамьи. Юля, я только комплименты на видео. Мы просто познакомились как раз вот именно в продюсерском центре и вместе работали. Боря тогда, он просто работал звукорежиссером. И я когда к нему подошла, я вот первое, что сказала, я говорю, ты будешь играть со мной. Но я не знала тогда, что он гитарист, он вот просто, то есть был. А когда он взял уже в руку гитару, вообще он больше, конечно, соло-гитарист. Но он также великолепно играет и на акустической гитаре. Кстати, я еще хочу сказать, что Боря это мой и соавтор очень многих песен. И в том числе и аранжировщик изначально всего моего альбома, всех моих, даже кавер каких-то исполнителей. Это вот непосредственно Борис Каратаев. Так, Борис, бери в руки микрофон. Так, рассказывай теперь. Данила, спасибо за вопрос. Привет, Данила. Борис, скажи, пожалуйста, вот приходит Юля в студию, да, и где-то вы записываете, пишетесь, да, записываетесь. Скажи, пожалуйста, вот она приходит, поговорит. Во-первых, как ты объясняешь? Ля-ля-ля, вот здесь вот ля-ля-ля, вот здесь вот ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Допустим, она расскажет тогда уже. Я так, конечно, могу сказать. Я понимаю, когда человек, вот я, да, сочинил что-нибудь на гитаре, слушайте, вот это вот, здесь вот это, здесь вот это, ла-ла-ла. Как Юля объясняет, что она хочет от этой песни? Так, Каратаев, бери гитару, я песню придумала. Начинает просто напевать мелодию, да, со словами или без слов. И уже, Юля сказала, мы знакомы давным-давно, уже как бы так связь налажена. Я понимаю прекрасно, что она хочет, не хочет. И вот так вот все и получать. Между вами было уже когда-нибудь за эти годы, что Юля что-нибудь приносит, показать, а ты вот, как, у тебя же тоже есть внутренний свой цензор, да, как бы такой музыкальный. А ты говоришь, Юль, ну слушай, ну не пойдет, давай не будем это ни писать, ни пробовать, ни репетировать. Автор Юля «Все, что хочет, пусть делает». Какой мужской ответ, я другого, в общем-то, и не ожидал. В самом начале, как бы у меня, в самом начале нашего, да, сотрудничества, я все-таки пытался говорить, так не пойдет, так не будет, а потом просто сказал, твои же песни. А потом он просто-напросто уже доверился, и дело в том, что, конечно же, со временем и опыт приходит из создания песен, и все лучше, 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 и с каждым разом, и я смотрела, что делают и мои коллеги, и как работают очень большие аранжировщики над песнями. Собственно говоря, мы вот так вот и выходили, было времена, когда мы одну, допустим, вот песню, мы ее переделывали по несколько раз. То есть это было и не шло, то есть вот меня не устраивало ни оранжевого, ни музыка. Иногда даже порой тональность можно сменить в композиции, да, и уже она звучит по-другому. Да можно вообще все сменить, и просто наоборот переходишь уже к другой песне, да, а потом уже возвращаешься и думаешь, о, а вот это вот нужно вот так вот сделать, а вот тут вот так, вот это вот получается гораздо лучше. Давай сделаем вот как. Давай. Ты еще нам что-нибудь споешь. Конечно. Следующая, как бы сказали о фильме «Любовь и голуби» лирическая, о любви. Лирическая у нас. Да, отлично. Ну там уже тоже уже лирическая. Мы вступили, а какую песню мы поем? Просто лирическая. Да. Да. Почему ты опять молчишь? Мне никто не дарил столько счастья. Дождь прольется в ладони крышь и коснется слегка с твоих нежных пальцев. Я тебе пою, как душа моя тихо плачет, без тебя я уже не могу, не могу я так жить иначе. Я люблю, как я дышу, как я дышу, как я дышу, одним живу я. Я люблю, как я дышу, как я дышу, одним живу я. Встретим мы с тобой бесконечность эту, я тебе пою. Я люблю, как душа моя тихо плачет, без тебя я уже не могу, не могу я так жить иначе. Я люблю, и крылья в ней мои уносят. Я пою, как я дышу, я люблю, как я дышу, тобой живу, одним дышу я. Я люблю, как я дышу, я люблю, как я дышу, тобой живу, одним дышу. Я люблю, как я дышу. Я люблю, как я дышу, как я дышу. Я люблю, как я дышу. Никто не спросит. Я люблю, как я дышу, тобой живу, одним дышу я. Я люблю, как я дышу. Я люблю, как я дышу, тобой живу, одним дышу я. Я люблю, как я дышу. Я люблю, как я дышу. Я люблю, как я дышу. Спасибо. До здоровья. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, та музыка, которую ты сочиняешь, поешь, каким бы ты ее отнесла к жанру? Вот сейчас такой более блюзовый вариант прозвучал, может быть, какие-то джазовые композиции, может быть, чистый попса. Каким бы ты ее отнесла к жанру? Ну, вообще, конечно, это больше поп-музыка, то есть это больше поп-рок. Но, как меня обозвали наши радиостанции, почему-то нас закинули в категорию шансон. Поэтому, как бы так, у меня когда спрашивают, я говорю, да все. То есть я это могу обозвать эстральная песня, а, собственно, эстральная песня, она везде. Это и поп-музыка, это и поп-рок. У меня есть более, то есть очень такие прямо активные вещи, которые драйвовые, скажем так, да. А шансон это вообще... Борис, скажи, пожалуйста. Какая-то городская, у вас напали хулиганов. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, вообще, шансон это хорошо, плохо, это не модно, это некрасиво, это не актуально. Что такое вообще шансон сегодня? Я бы даже сказала, что шансон сегодня это способ зарабатывания денег на больших аудиториях, скажем так. Вообще, мне кажется, все, что нестандартно и все, что вот относится и городскому романсу, и арт-музыке, и, скажем так, музыка с живым исполнением, с большим количеством инструментов и, скажем так, с текстами более глубокими, да, все практически звучит именно в шансоне. Для меня это немножко странно. То есть, в принципе, ну, может быть, конечно, я ошибаюсь. Любовь-морковь, кровь-любовь и так далее, и так далее. Самое главное, жизнь. Жизнь и страдания. Ну, возможно. Возможно, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, телефоны вы видите на своих экранах. Споем еще? Да. Потому что меня все равно уж не покидает чувство, что сегодня все звучит для наших телезрителей. Да, следующая песня «Нема над нами», но как бы тебе хотелось, да, что это для тебя хорошо. Сегодня я буду звучать для тебя и для наших телезрителей. Эта песня, кстати, одна из тех, кто и очень любит именно диджея и музыканты. Сто пути, сто дорог, сто надежд любви промчалось мимо. Я хочу слышать голос твой, а мы, мы с тобой сгорим невольно. Расскажи мне это, жизнь планета, жизнь планета. Небо над нами кружится над головами. Я же все знала, когда к тебе возвращалась. Небо над нами кружится над головами. Я же все знала, когда к тебе возвращалась. Сто тревог, сто дорог, сто ответов. Жить там нет нас, милый. Почему так шестой? Почему так шестой? Мир, который мы творили у лунного. Возьмем билеты про лунную, где душа Так парила сладко-сладко. И на белых тем страницах Мы напишем снова наши судьбы, наши лица. Небо над нами кружится над головами. Я же все знала, когда к тебе возвращалась. Небо над нами кружится над головами. Я же все знала, когда к тебе возвращалась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я родилась, родилось 9 мальчиков и я одна девочка Именно 4 февраля И мне сестра сказала, что либо она будет кондуктором, либо она будет петь на сцене Ну, собственно говоря, это так и сбылось А вообще я с детских лет пела То есть я вставала на табуретку И что для вас выступает, наверное, от детско-советского союза А тогда еще был Советский союз Юля И выходила и пела Фактически мое первое выступление, оно состоялось именно в 6 лет Это было в цирке Меня тогда вызвал клоун и я дирижировала оркестр Ну, а дальше все То есть у меня была музыкальная школа По классу вокала? Нет, нет Она была просто по классу хора и фортепиано А дальше, значит, у меня была театральная студия Smile И вот, собственно, вот там ты и началась По-настоящему моя творческая жизнь Вот когда ты поняла, что исполнением ты готова зарабатывать себе на жизнь Ну, наверное, вот более осознанно То есть это, наверное, пришло где-то в лет 15 Потому что тогда я попала в центр Бугаева-Снежина Это в городе Новосибирске было Вот, и тогда я уже стала уже выступать Хотя, вернее, ну тут, как можно, наверное, сказать Где-то большие деньги, наверное, уже Вот в этот период я поняла, что я смогу самостоятельно уже что-то уже зарабатывать А так я вместе с Дедом Морозом, нашим Алексеем Алексеевичем Мы ходили по домам Я была аистенком, то есть маленьким И вот так я в Новый год зарабатывала деньги И первый мой гонорар, это было 10 рублей Ничего себе Да Когда я поехала первый раз на гастроли в Америку Это была театральная студия Smile И я заработала первые свои 50 баксов То есть уже тогда у меня были уже Уже тогда капиталистический Капиталистический строй тебя манил и привлекал Да, да, да Ну что ж, хорошо Попоем еще? Да С удовольствием послушаю Ну прежде чем спеть эту песню Я бы хотела сегодня поздравить нашего коллегу Так Дениса Косякина Да Сейчас он дело в том, что является солистом группы «Белый орел» Деня Мы тебе желаем здоровья, счастья, удачи Самое главное под цветанием Ну что ж, и огромных творческих успехов Оставайся всегда таким же красавчиком Ну а для тебя Я бы сегодня хотела исполнить песню У этой песни недавно случилась премьера И песня называется «С днем рождения» Раз, два, три, четыре С днем рождения тебя С днем рождения тебя Все вокруг и сменилось труд С днем рождения тебя С днем рождения тебя С днем рождения тебя С днем рождения тебя И сегодня с тобой вместе Дарят, два, три, четыре Дарят столько родных людей Дарят, два, три, четыре, 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 четыре С днем рождения тебя С днем рождения тебя С днём рождения тебя С днём рождения тебя И сегодня с тобой вместе Только лучшие друзья С днём рождения тебя С днём рождения тебя Ну, а я тоже поздравляю с днём рождения У кого сегодня тоже день рождения Да, такие есть, такие есть Поздравляю, пользуюсь случаем и моментом Юля, хотел вот что ещё спросить Скажи, пожалуйста, для тебя важно, что твои люди, которые окружают тебя Твои музыканты, коллеги, сподвижники Их музыкальное образование Или тебе важно, что они с тобой дышат одним воздухом? Ну, вот это самое главное Чтобы люди просто дышали Не просто даже воздухом, а шли в ногу Вы знаете, очень часто так бывает Что люди, имея профессиональное образование Абсолютно не умеют играть в группе Ну, вот как ни странно А те люди, которые больше, скажем так, импровизируют Ну, вот просто любят музыку А они являются иногда более профессиональными музыкантами Чем не железно, на самом деле Ну, вот здесь вот, вот так вот А люди, которые рядом с тобой, которые не просто хорошо играют Но и понимают, и любят тебя, и уважают Конечно, это очень дорого и приятно И ценится всегда Скажем так, не только у меня, но и в любом коллективе вообще Согласен Согласен абсолютно У нас не так много времени У нас еще две композиции, да? Одна Одна осталась Тогда давай вот еще о чем поговорим Мы ее, как говорится, оставим на десерт У тебя совсем скоро, буквально, да? Будет концерт, сольный концерт Давай об этом поговорим Что это будет? Где это будет? Когда это будет? И пригласим всех на это мероприятие Мой сольный концерт, он состоится 25 апреля, вот уже совершенно скоро Во вторник в клубе МВД на Большой Лубянке 13 Начало будет в 19.30 Я приглашаю вас всех Это будет абсолютная живага, где будет полный состав музыкантов У меня будут гости Будут певцы, которые будут исполнять мои песни Поскольку я еще являюсь как музыкальным продюсером Да, да, вот И для меня это безумно приятно И очень сильно волнительно Вы услышите авторские песни Конечно же, в большинстве степеней это будут мои песни Ну и несколько парочку каверов мы для вас, конечно, приготовили То есть это обязательно Я вас приглашаю, очень жду Будет вся моя команда музыкантов Будет совершенно потрясающий и шикарный концерт Вот И тебя приглашаю Фуршет-банкет Для средств массовой информации Конечно же, будет это Конечно же, будет Приглашайте Это обязательно, да Приглашайте Скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то предпочтение Вот сейчас у нас три инструмента в студии У тебя есть какое-то предпочтение какому-либо инструменту Которое ты вольно или невольно Ну, скажем так, больше любишь И хотела бы больше, чтобы он звучал в твоих композициях Гитара, клавиши и сексанты Ну, вообще, я очень люблю трубу И у меня вот есть вот в нескольких песен Она звучит, и мне бы, конечно, хотелось бы ее побольше использовать А так, ну, в большей степени я всеядка Вот Но вот почему-то вот у меня именно труба Она вот у меня как-то с детства ассоциируется И мне нравится ее звук Говори Мне Говори Ну, вот, мне нравится в ней все Ой, какой же бальзам на сердце Учитывая, что я сам духовик Да ладно Я попала фактически Да вообще, я играл на трубе Ух ты, как здорово Партию первого корнета Поэтому Ну, все Какой-то сегодня прям эфир Очень такой добрый, ласковый Обнадеживающий Мне приятно Мне приятно Скажи, у нас прямо еще буквально на одну песню Но песню осталось время Скажи Какие планы? Я понимаю, что вопрос самый, что у нас есть избитый Начиная с первого вопроса журналиста Две тысячи с лишним лет назад Но, тем не менее По-любому, каждый человек строит планы Ну, первый план — это выспаться Второй план — это Сейчас я готовлю свой авторский альбом новый Который выйдет зимой Что это за альбом? Альбом, ну, вот, либо будет называться «Любовь», либо будет «Ты лучшая в мире» Ну, так вот, прям так, сразу же Скромно, да, но со вкусом Да, да Ну, это после того, как я высплюсь Я, собственно, так и сделаю То есть, понимаешь А, собственно, сейчас у меня еще и готовится книга Вот это с моими песнями С моими авторскими стихами И с теми песнями, для которых я пишу А все, что ты пишешь в стихах Ты хотела бы положить на музыку? Нет, не все У меня есть отдельная сказка Есть просто даже Сейчас посвящение именно Одну из моих любимых поэтесс Это Марине Цветаевой То есть, это просто стихи А скажи, пожалуйста, чем отличаются, как ты называешь, просто стихи От стихотворений для музыки? Не все стихи могут стать песней Не все? Ты считаешь, что не все? Абсолютно Абсолютно Почему? Ну, потому что у песни, скажем так, есть определенный слог Определенный ритм Да Даже самые хорошие стихи Ну, можно, конечно, это положить на музыку Но дело в том, что если вы хотите действительно хорошую песню То она должна идти вслед фактически за музыкой То есть, вот И желательно, чтобы музыка рождалась первая А стихи уже под нее Вот, знаешь, у меня столько было исполнителей уже на программе «Квартирник» Когда я им задавал вопрос Вы музыку пишете под стихи или стихи под музыку? И у меня абсолютно получилось 50 на 50 А кто как? Как удобно? Здесь, как бы, вариантов много Хочешь так, но хочешь так Абсолютно нету панацеи Иногда у меня бывают стихи просто рождаются сразу А музыка потом идет Но чаще всего, конечно же, музыка Вот чаще всего музыка И я хотел бы, чтобы мы нашу сегодняшнюю программу закончили именно музыкой Дорогие друзья, сегодня в программе «Квартирник» была увлекательная, замечательная, красивая, жизнерадостная Вы готовитесь? Да, я все перечисляю Музыкальная Ну Раз, два, раз, два, три Дорогие друзья, сегодня в программе «Квартирник» Ты не верь моим слезам Не надо Я не плачу, это дождь Я не плачу, все прошло Это сон, а он как снег растает Снегом белым замеет у дороги И скажу тебе, что все Только память и крыло Бьется в мое окно А я простила тебя одного И сердцу кажется больше не жаль А я простила тебя одного И улетает печаль И улетает печаль Знаешь, мне бы научиться надо Жить и верить для того Быть счастливой для того Кто еще просто любит Ты прости любви крыла И песни И всклини в мои глаза Только память и слеза Бьется птицей у окна А я простила тебя одного И сердцу кажется больше не жаль А я простила тебя одного И улетает печаль И улетает печаль И улетает печаль На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на И сердцу кажется больше не жаль, А я простила тебя от того. И улетает печаль, и улетает печаль. А я простила тебя от того, И сердцу кажется больше не жаль, А я простила тебя от того, И улетает печаль, и улетает печаль. Субтитры создавал DimaTorzok